итак приветствую всех кто еще не сдох айдон братишка привет меня зовут рован я прибыл с военного корабля альбатрос в таком случае добро пожаловать меня зовут айдон я предводитель полстанцев фаринга ты значит успехи воина короля ты служил в армии так то что я сражался в битве у фаринга также как и под венгардом но когда королевские войска были сметены орками я как и многие другие укрылся в горах когда мои раны зажили я и еще несколько беженцев приняли решение и дальше оказывать оркам сопротивление когда нас стало больше мы начали активную борьбу за свободу нашей страны в первых стычках мы правда понесли большие потери ибо среди нас было много крестьян не владеющих оружием и не имеющих ни единого шанса схватки с орками но потом приняли решение затаиться и уделить внимание тщательно тренировки бойцов лишь время от времени нападая на отдельные отряды орков с целью ослабить врага мелкими набегами ворков ряд навряд ли одолеете я понимаю что это то же самое что тыкать тролля иголкой но для более масштабных атак мы слишком слабы кстати почему-то у него озвучка есть да странно в чем прикол ну ладно за короля за короля я понял кстати прикольный вариант дио говоришь за короля за короля и пиздец типа и закончился да здесь раньше был замок да он принадлежал достопощенному лорду балдвину который уже много недель назад тому отплыл из венграда на своем корабле понятия не имею что с ним стало впрочем не удивлюсь если он как и многие другие воины короля погиб лорд балдвин да ты ебудал бля он слышишь он же меня послал у скорбяль батрос хм я не знал как на как называется ему корабль но это интересное совпадение я рад что он балдвин жил как он там неплохо дрочит сидит а ты хорошо его знаешь нет но знал его сына гунтрама тот сражался вместе со мной битве у фаринга и там к сожалению его ебанули нахуй это я знаю что ты можешь сказать мне о гунтраме ну он всегда был храбрым и преданным воином и носа человеком к которому невозможно испытывать что-то иное кроме безграничного уважения с нами простыми руженосами он всегда обращался по-человечески дружелюбно как если бы мы были с ним одного ранга а это о многом говорит подобное не часто встретишь среди всяких важных персон достаточно спорить тех же графа гаракса и ордера джинальда да а что с ними два бессовестных пидораса которые не останавливаться ни перед чем с нами как простыми крестьянами и слугами они обращались как с говном а им глубоко похуй он находится ли кто-то в беде или более слишком стар кто не может работать на ферме обязаны немедленно ее покинуть и никаких исключений я знаю нескольких людей которым из-за этих двоих пидорасов пришлось бросить свои дома и перебраться другие места а некоторые вообще пропали без вести только об этих свиньях подумают меня просто разбирает злость таких злодеев еще поискать надо не удивлюсь если однажды они вообще подговорят короля заключить союз с орками ну тут уж ты его преувеличиваешь если бы король не мог им доверять они бы не были его советниками ну может и преувеличиваю но я бы все же относился к ним с подозрением что-то с башней на границе с нордмором она нас очень беспокоит покуда орки держит ее под своим контролем возможно наше передвижение не короче хуй просышь но пойти до ее захват слишком рискованно если бы у меня только было побольше людей а что если я захочу башню для вас ну коли ты сам вызвал с этого блять мне похуй вообще иди умирай нахуй я могу вам помочь хочешь помочь отлично у меня как раз есть для тебя задание что за надо сделать а двое своих людей я послал повстанцам бантеры чтобы они прислали нам подкрепление посыльный уже должен был вернуться и сейчас наверняка ждет нашем тайном месте не могут и с ним встретиться ты найдешь его в домике в горах за деревней если пойдешь в сторону венгарда а можно поточнее перед местом что ведет к венгарду есть тропинка уходящие в горы там и находится хижина а что мне перед этим посыльному чтобы он не поверил просто скажи что ты пришел от меня этого будет достаточно а но это по ходу есть джокер вот мы и нашли применение что называется джокеру да это по ходу на нем говорил только что вот я жалко что нет убить его камни телепортации так бы сейчас протонулись бы к джокеру бы сказали бы ему то что ну типа меня послал это дуба и протонулись бы сюда назад и квеста прошелся а так придется сейчас бежать туда к джокеру те же блин как-то в этом моменте кэш печальника но опять-таки забавно он говорит у нас не хватает людей чтобы захватить башню сторожевую да но при этом же он говорит блять и хорошо иди сам эту башню захватывай ровно туда блин то есть ну такая же гениально гениально ну такие здесь квеста я таки ошибся да квест такие есть правда немного но и опять такие квесты там чё пойди убей орков у башни да там и поговорить с джокером джокер скорее всего еще хоть квест наверно даст и так понимаю он скажет раз ты от этого доброго то помоги мне вреду такая проблема там да помоги мне и решить там на 100 процентов что-то будет в этом роде стекла стану статуэтки здесь не было значит скорее всего если сквозь где-то и будет то наверное где-то да уже народ самом замке этого вангарда а еще можно выше подниматься до алине нихуя нельзя да ну да все окей ой 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 блять как меня заебал от карантин ребят если бы вы знали хотя в принципе он наверное вас заебал если там где вы сейчас живете его вели потому что я очень ждал в разных странах там по-разному у кого-то его только-только ввели у кого-то и не вводили вообще да у кого как что называется так ну вроде мы все даже обыскали я так понял то есть там надо освободить какую-то башню норт морскую так сваре я разговаривал я не помню что-то да это который лук и арбалет качает так вот еще наверху на какой-то чувачок стоит жрет давайте посмотрим что он тоже кот квестовой мало ли да еще печально вижу у меня столько планов было просто на лето и даже если они а это шин по мыслям тоже сговорить даже если они просто избудутся то я же говорю у меня банально скорее всего денег уже не будет потому что если эта хрень затянется то я вообще хуй знает на что я буду в той швеции жить да если я еще смогу вообще поехать если не закроют границу или вообще все не отменишь называется да потому что так то время все забронировано но блять и покушать тоже купить какие-то сувенир чеки хотел да вот тут и я же я даже за может быть я больше даже не смогу тортики каждый день есть вот это уже совсем печально блин да без тортиков остаться этаж пиздец просто ребята и как всегда же пострадает сама больше даут низы что называется общество то есть такие брить кто не сильно богатый да то кто пресс и был буржуем блядь у всей этой херни муж как бы похуй его это принципе особо и не затронет ну понятно что он тоже там потеряет но не в таких что называется масштабах а его как бы похуй и будет по высшей степени да вот это без несчастные люди вот эти все блять нищеброды как мы с вами даю блять это пиздец все же избежать это ебёмся ебёмся с утра но до дачи на той работе да блять а в итоге нихуя то и где то есть так посмотреть у нас не хуй что с нас взять для тебя ох 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 так ствол дерево нихуя так можно кату туда топать ну да просто я честно такие бабосы поводу что это же вообще жучь там это хотел и все хотел причет такая грусть вообще до меня прям знаете такая тоска какая-то нашла реально чего-то там так подзадумался в натуре что-то блять простой человек вот так вот всю жизнь даст незапамятных времен то вот это его со всех сторон сторон ебут там плати налоги то плати все плати пытаешься что-то там себе заработать чтобы ко что-то увидеть а в итоге из так посмотреть у вся жизнь-то на работе и проходит в принципе да ты чё проснулся на работу припиздил с работы там посмотрел какой-то фильм далек спать и у тебя всего два выходных блять этих до который там в одно мгновение пролетают то есть блять это пиздец да то есть как у меня допустим один выходной я там делаю все дела там те же ролики там туда-сюда по дому какие-то дела ну и вот один у меня выходной это там уже где-то пойти погулять это с кем-то подвиснутого с девочкой какой-то или еще что-то ну и хоть более меня поспать до какое-то время а езж люди которых вообще там до или один выходной есть же такие люди которые то с понедельника по субботу работают или вроде того да или вообще без выходных есть он такие люди тоже наш паха до капитан паха я так понял что вообще без выходных работает это вообще жесть да ну и я живу и раз в году то там может быть куда-нибудь в отпуск он съездишь и то вот допустим я планировал как покупать съездить хуяк ебанул этот коронавирус блять щука и теперь еще хуй знает вообще поеду куда-то не поеду ты бред это целый год по сути на это копию чтобы хоть куда-то поехать хоть чтобы хоть что-то увидеть дать нахуй да там поедешь на неделю максимум а потом опять на один год ты тупо раб такой до становишься вообще конечно же здесь так по задуматься реально вот если так посмотреть по сути вся наша жизнь на работе что и проходит принципе очень маленькая часть когда там может действительно что-то пойти где-то погулять или что-нибудь в этом роде да что-нибудь увидишь что-нибудь себе купить там блять о и несчастные блять люди а и ждал кого вообще полный пирс тоже он же каш наша девчина ссылада она там работает вообще тоже практически сутками там у нее то ли три на три дня работает один выходной то ли как-то так что что она на ночь выходит то есть приходит домой тупо ложится спать и пиздец то есть там же что же реально страшные вещи так работать да так нам бы вспомнить откуда мы пришли и куда нам теперь идти нет это я что-то не очень помню по мы пришли вот оттуда вот да вот оттуда вот там мы посмотрели эта дорога ведет туда и вот теперь значит можем откуда-то вот так вот вниз типа как идти блять а еще на днях и зачем мне еще тоскливее стала я знаете детские каналы всякие там для детей типа видосики делают это блять это такой пиздец с нашел один видос короче ну кратко про него расскажу блять ну там про то хата единственно что просто хата охуенная красивая такая не знаю может быть это в какой-то студии снимали может просто правда такие буржуи тестом такая хата ты шо пиздец я живу как студия в принципе выглядит из батя типа уходит куда-то там ну на работу для куда его я уже не помню блять ну и сыну говорит о типа ты тут осторожненько себе тихо-тихо сиди там играйся там что-то такое ну и у пёздывает сын короче берет какую-то то ли музыкальный инструмент какой-то я уже не помню 5-таки какой ну играет там на нем до появляется рука просто рука типа такая большая ну и типа хочет его ебануть нахуй этого сынишку да причем эта рука это обычный футаж я когда себе скачивал там разные футажи для мулов это на ю тубе есть бесплатный футаж этой руки брать причем я допустил когда эти футажи скачивая это их как бы немного меняют то есть подрабатываю под свой тому вид от он цветокоррекцию какую-то делаю там кодирование там движение могу немножко поменять скорость движение то есть да ну кого подрабатываю же подбулик что она более там допустим натурально вписывалась а там то есть ну тупо он взял этот футаж руки которые есть на ю тубе бесплатный повторюсь и тупо его въебал свое видео то есть ну самый элементарный монтаж вообще до полевой жук давно мы их не видели он как-то по-другому называется живодер лугов блять а мне кстати сначала вот серьезно я сначала прочитал живодер хуев я не знаю почему а как живодер лугов вы представляете надо было так назвать монстрика да так про что я здесь говорю дать давайте я мысль добью блять балка час забуду про что говорил да то есть обычный шефутаж поставил то есть типа этой рукой вот такую под тот пацан достает игрушечный пистолет и начинает из него стрелять опять-таки там просто анимация футажа он опять-таки поставлял который бесплатно есть на youtube и даже узнал то есть не пострелять стреляет потом этот рука типа так взрывается опять-таки футажом пацан такой пистолет прячет говорит какую-то фразу я уже не помню только не в моем доме или как-то так и кощу видос заканчивается то есть видос три минуты длиной монтаж в нем простейший для те же тоже для же для меня это на самом деле такой монтаж сделать сюжет тоже серьезно на пацана напала рука который вы просто нашли в интернете пацану и застрелилась пистолета игрушечного ну сюжета 0 по сути да угадайте сколько там просмотров я охуевший был при там было 11 миллионов просмотров да просто пиздец и ролику где-то год я такой сел на жопу и думаю ну ёбаный бляди но я не претендую что я там что-нибудь типа как-то уникально это были гениальные сливая там тоже при себе парашку хоть снимаю я не спорю но просто катал так вот сравниваешь да блин ну это же просто пиздец там порой как-то ебешься там обзоры эти какие-то там делаешь такие пытаешься по качестве не да там те живут и как-то так паришься при пытаешься так покрасивее все сделать нормально бляда и радуешься тебя там тысячи какая-то доберется или несколько да там а тут какой-то хуйню сняли блять пиздец и ты выдержу и столько просмотров так и серьезно я так вот даже представляю вот допустим если бы тут даже взять такой вот мувик и за домой да вот тут блять не так давно который я выпускал вот я уверен если бы этот же ролик я бы дал бы тому же купленного и он бы залил его на своем канале то есть то что гарантировано там было бы несколько миллионов просмотров это и так понятно да там автоматом вопрос посмотрели так еще и сто процентов я уверен что там были бы комментарии типа куплено в гелии там да он нихуя себе целые то мультики делает для игровом движке блять красавчик да не поленился стопудово же да там блять просто я же миллионы просмотров бы там все бы охуевали бы радовались да блять сука я такой же мувик выпущу езжу и это массивы просто несколько тысяч просмотров будет дать он и зада часто брал там полу полторы тысячи насколько там некоторые там побольше конечно мы ведь это смотря какой да там тот же вторжение 7 чем-то тысяч там осада там помню 10 чем-то уже набралось я правильно помню ну и плюс я думаю сериал у нас будет уже больше набирать там есть кое-какая идея как продвинуть общий канал летом но опять таки и блять если все так будет продолжаться я без денег останусь то я живу какой там нахуй продвижение канала я блять не знаю как будут тортики кушали да и оладушки там всякие блинчики черника и какой-то блин продвижения канала то и опять-таки да вот какая локация класс ставит в цветочках все такое красивое блять вообще же в готике да на движке готики с ее возможностями графическими в том числе ну сложно создать что-нибудь красиво эти были что вы без dx 11 играем да из-за невозможности так сказать то что у нас вылетают у меня вернее у нас у кого у нас нахуй бить у меня вылетает ебта бить да но при этом все равно как будто локации красивые я не думаю что вы поспорите да вот такой все зелененькая прикольненько из пустыня здесь реально пустыня дал тваранс тут был там блять реально так все классно тоже сделали вот лес и здесь такой лес да тоже то есть локации просто шикарно сделаны ты что такая вот блять сука и с этим коронавирусом вижу под задумался про всю эту тщетность вот ебешься ебешься всю жизнь это пытаешься добиться блять и жак она даже если ты что-то и добьешься тебе уже будет а под 40 скорее всего да если ты вообще чуть-буть добьешься да это то что же еще далеко не факт это все ебешься 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 а шо ебешься хуй его знает короче потом еще рожу вот эти видосы посмотрел под задумался что если блять мой же ролик бы залил бы купленов блять то это был бы совсем другой что называется блять совсем другая отдача блять да нежели если я заливают сукой так что обидно стал быть так печально вообще что-то пиздец а такая грусть напала на меня блять еще и наважишь наверно грусть печаль тоску навеял да извините ребята я правда не хотел да это я что-то так случайно получилось ой так что давайте не будем на грустном да давайте не будем на грустном хотя весело а чё веселого ну блять тут в энгарде ебут людей да мы пока что им еще не помогли особо помогли только получается кто-то вроде вещь достала кто это шин а нахуй ты сюда упал ты чё ебанутый пиздец ты ебанутый потому-то вас и и будут полстанцы у вас ведь вообще ебанутые люди в отряде бляда зашаю такого ёбанутого быть достал меч она рамена сорком спутал сука дебил ёбаный да подумал то морг под соснами ходит блять сука и решила обманкой взять типа бляда спрыгнете снизу и блять в дыхалку ему блять пырнёт да нахуй а тут ебанулся смотрит а это что-то ровно блять сука ебанулся и пол хп себе снес придурок блять а лодыжку наверно еще вывернул ху его не знает а да так а что-то овца делать не пойму это тут рядышком какой-то еще населенный пункт что лечу да он какой-то домик смотрите еще какой-то домик в деревне нашли блять а ты посмотри уже не первый раз да тут тоже у нас покажется печально поэтому я даже не знаю что тут такого позитивного найти блять где же тащи бит придется к этому джокеру теперь пешком опять добираться да там же что же так отсюда до него тоже далеко идти опять коронное растение то пиздец какой-то блядь тут вообще тут такой прикол в этом вангарде получается что здесь коронное растение даже получается уже нередко и она здесь помню встречается не реже чем лечебная трава ну прикинь серьезно что смотрите уже который раз мы находим коронное растение причем повторюсь даже не заморачиваемся там как-то особо да я не скажу что этом прямо как-то так вот выслеживаете растения просто хожу за кауки смотрю есть есть нету нету да и при этом сколько мужик родных растений насобирали это просто с ума сойти я считаю такого вообще нигде не припомнишь говорю сколько я играю во всякие моды на готику впервые такая херня налево направо раздают так там какой-то мужичок с этим интересных доспехах в жрату брать не будем ничуть неохота от то вот то шмидт блять так тут у него серо молоко кубки всякие там не обработаны не обработает опаздывать даже возьмем медовый табак возьмем табак 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 брать можно на самом деле от грибной да эта штука полезная остальное короче я не впадал подбирать так ну что ж брата у тебя хоть такой доспех интересный смотрите шляпа такая смотри какая его шляпа пиздец мне вот интересно это вот доспехи они сами эти делали рисовали да или просто где-то взяли там из других модов потому что снаряд доспехов в одессе вот так вот последнее время мы стали встречать тоже немало согласитесь уникальных достаточно привет привет и знакомишь что ты хочешь я хотел здесь только осмотреться ну хорошо я только надеюсь что ты не тронешь моих овец никаких проблем как тебя зовут меня зовут отто и я пастух а ты кто меня зовут ровно ты живешь здесь сейчас да раньше вы еще мой брат жил здесь но теперь он оруженосец в энгарде уже несколько месяцев с тех пор как я видел его правило последний раз все это проклятая война когда все это только кончится да реально озвучка появилась дело как не могу понять почему я же ничего в настройках не меняла чуваки почему-то начали говорить это реально странную надо потом посмотреть чуть за хуя так ли ой давать да у его попытаюсь сейчас обокрасть то что-то рискованно украсть у него на вроде бы ловкости всегда хватало я думаю что и сейчас хватит ой но это не точно еще пиво у него забрал блять пять золотых блять сука нищеброд ёбаный что ты можешь сказать не оборках до сих пор они оставляли в покое это место но если бы они знали что здесь находится база повстанцев спокойствие пожалуй быстро бы закончилась повстанцы да они расположились замки ворда балдвина который находится выше моего дома и отсюда замок ворда балдвина да но он со своими людьми и его но он со своими людьми уже давно его покинул вряд на орке знают об этом и поэтому не атакуют замок если ты покинешь эту долину и отправишься в сторону нордмора ты пройдешь мимо наблюдателей вышки фаринга она захвачена орками поэтому я не советовал бы тебе туда идти лучше всего отправиться в замок и присоединиться к повстанцам там точно принимают беглецов спасибо за подробный рассказ не стоит благодарности будь осторожен так с ним больше не о чем говорить да хорошо даже жертву у него собирать не хочу только время тратить у нас ее и так хватает как бы до проблем мы не испытываем кстати я еще не понял то что монтеро что ли будет потому что чего говорил то что какой-то связной в монтере до или чё блять что-то что такое про монтеро рассказывал тот чувачок в лагере полстанцев спекитесь тут еще и будет целый город монтеро я хуешь реально буду просто вообще жуть я же сколько они тут всего понатыкивали задолбаться можно пока все исследуешь пока все познаешь так сказать да локация конечно громадная ну у кого и живое да то все тоже жила отдельная фишка одиссее который я уже не раз отмечал этот этот хрень то что один и тот же монстр по сути да есть так смотреть они просто немножко меняют модельку там допустим зеленый цветом окрасит там или еще чем быть такое делаю да и уже по-другому его почему-то называют то есть допустим есть полевой жук есть есть зеленый живодер если счетом как-то него называли по-другому я уже не помню когда и вот допустим мир танцкий шнэх потом там а то носки шнэх там да а дарма скишных там ядовитый шнэх но ядовит еще одного по 10 то отличается а вот допустим а то носки мир танцкий вот зачем они эти названия делают то есть в чем прикол тоже так вот сложно объяснить но с другой стороны тоже добавляет свою фишку потому что типа как у одного зверька там дофига разновидностей да тоже типа как фишка такая по-своему по-своему прикольно да да ну трава конечно в этом венгарде это просто пиздец я же говорю ты реально просто задолбишься все собирать так вот очень ступеньки кого-то ведут помню для ёбнуса сколько тут всего просто ёбнуса ребята птички поют ака ну давайте хорош это угли нутраву реально собирать в национальном не нужна мы ее не используем помню никак да вот такая лестница смотрите я по ней вообще спускался леонет я чуть не помню я все исследовать здесь наверно просто невозможно да спускался потому что дохлый падающих значит мы дамы походу да мы же отсюда пришли пошли направо там нашли дом этого отто вот ташмидта здесь значит нас ничего нету вот там вроде бы как что-то как-то дорожек продолжается вот лечебной корни сюда будем собирать что-то ходить это смысл какой-то имеет да это зелье потом можно хорошее делать вот эту всю хрень зачем я собираю да тут тоже целое последнее в этом мужик он работает смотрите какой-то домик ну что ж давайте смотреть тогда так ребятишки я перезашел в игру как мужик побежал с кем-то пиздец а хоть бы вы не убили я с ним еще не разговаривал как бы до перезашел потому как я решил перекусить сходил скушал йогурт с бананом там получается стакан стеклянный с йогуртом и прям в стакане кусок банана такой здоровенный я его как бы скушал вот но я просто и должен как бы бананы кушать потому что я богдан богдан банан да есть даже песенка богдан мальчик банана ну думаю вы тоже все слышали как бы как там я первый куплет по он только помню там богдан банан богдан банан он бананом своим тряс а затем пускался в пляс вот а дальше я уже не помню но иногда тоже слышали да кстати забавно тут в основном угол и горе следовала все репа растет дома сейчас будем дергать репу как так сказать по канонам готики да но мы тут дергаем не репу а угол и горцева снова хотя репа тоже есть на вас но тут были угол и горцы дал большинстве своем даже в плане травы конечно вот если у вас проблемы какие-то что называется старовой в готике дата вы не находили их в прошлых локациях тут в энгарде вы конечно прям восстановите что называется баланс травы потому что тут и коронные драконии уговые горцы и все что хочешь растет причем таких ряд больших количествах хоть еще интересный момент смотрите этот чувак согрелся на полевого жука я так понял вернее на полевого живодера да и заебашил его и не возвращается свою стартовую локацию смотрите да вот он жука ебанул видите живодер лугов то есть обычно дал во всех играх готики и модификациях когда какой-то допустим нпс кого-то убьет но я просто кого-то там отбежит отойдет потом сразу же возвращаться свою стартовую позицию там где он был здесь опять-таки ведь он его ебанул и стал дальше бухать бельхи ор какой-то привет меня зовут рованд привет не знакомится меня бельхи ор ты а только спасаешься не хочешь присоединиться к повстанцам не то и не другое я здесь по важному поручению прибыл с военного корабля жаль полагая у меня тогда нет времени у тебя тогда нет времени помочь несчастному фермеру украсть его ключ если сложно давай так тебе нужна помощь до моей жизни уже несколько раз угрожает опасный монстр каждую ночь он бродит по моему полю а из-за него я и глаза не могу сомкнуть может это полевой хищник не точно не он звуки которые издают полевые хищники совсем не такие какой-то и твари звуки а как а сам ты это животное не видел я не самоубийца когда эта тварь выходит на охоту я предпочитаю оставаться дома и ждать пока она не сгинет когда именно твой монстр появляется и когда исчезает но обычно появляется к полуночи и бродит тут всю ночь так крестьянины чудовище прикольное название для квеста чуть ли не красавица и чудовище да хорошо у мельхиора еще какой-то квест взяли и кстати говоря еще есть самый какой-то ключ его даже спиздили да получается в полночь появляется какой-то монстр то есть надо будет поспать до полуночи разобраться с этим монстриком хорошо так а в самом доме и что поделать кстати блин жалко что я дверь не юзал до этого может быть это ключ от двери был как думаете да может быть это как раз был ключ от двери мы бы не смогли бы сюда попасть если было не замутили уже от у него не будем забирать он тут так и так несчастный крестьянин сама рассказываю что его все подряд ебут да и мы его еще с чего в обобрём на еду хотя тут надо попить вещи то тут уж х извиняяй да тут нихуя себе лечебные изделия кошельки да такое я по пищу уже хочет обижается не хочет не обижается но это я ему не оставлю да нихуясь лишь ящик с провиантом до буржуи хуевле пошел нахуй попиздим все сука раскулачим сразу да именем именем сталина нахуй так и суду говорить сразу посмотрим влево 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 вправо вправо влево 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 вправо вправо влево вправо влево будет уже в этого чепушила старого продаст там потом проститутку снимет на старости лет может быть себе да мы только такое что нам действительно нужно там дал изделия еще ладно можно подобрать как бы так еще тут есть какая-то а это просто письменный стол какая-то клара почти невозможно украсть ее ключ нихуя себе привет нихуя у него буфера смотрите я очень занята не мешай мне а она неразговорчивая ну хорошо тогда давайте у нее сейчас пиздим ключ по крайней попытаемся хотя это почти невозможно как нам говорят но мы посмотрим ключи спальни мехиора получено я знаю точно невозможно я возможно да так тут еще хоть сундучок верстачок водичка не металл не нужно водичку возьми да попить там о собрании знаний хорошо так у грех не посмотреть сундук тем более что он походу не под замком насколько я понимаю да поэтому точно давайте смотреть так что за собрание знаний это пол книжка которая просто повышает опыт до 250 топов сама бесполезная принципе книжка в одиссеи то есть опыт опыт нам точно достать не проблема да тем более 250 ну ладно тоже хорошо так сундук тоже брать не будем пускай будет у братишки поэтому как там ничего интересного нету так ну вот спальня в которую мы попали благодаря тому что спиздили в наглую ключ у этой неразговорчивой кларки квара у карла украла квардет карл у квары украл кораллы его блять видите я еще могу умею могу бы ребята так щетка и сундук вправо вправо влево влево вправо влево вправо влево вправо влево тоже брать нечего хорошо так ну и вот какой-то гардероб еще а это опять взять гардероб под замком и такая же пиздец вправо влево вправо влево влево вправо так одежда кристилина пояс могущество прибавка силе 10 и медовый табак сладкий медовый табак вот табак возьмем остальное пускай будет так тогда дальше мы спим до полуночи чтобы дождаться того монстрика да кстати странно почему мужика нету то есть кварка ложится спать а мужик ты съебашек что льда познай лечу я не понял блять мельхиор или он мог блять может его ебанули там уже нахуй а монстр тут блять подзалупный какой-нибудь а а где серьезный мельхиор я чуть не врубился это же выход пол мы если не ошибаюсь до из дома чего на точке не вкурил блять мельхиор ты где нах сука точно его ебанули на родах 5 мельхиора не видно странно вроде бы уже полночь я никакого монстра вроде бы как не наблюдаю но и мельхиора или не наблюдаю вроде бы да так блять и как было написано который начали брой по его хате то есть ничего там принципе не уточняется но как-то раз было помочь это что нам тоже надо было полу убить какого-то монстра и нам тоже говорили типа вот надо в полночь монстр был появлялся когда уже там полу то ли три часа ночи было то ли что да как-то раз было уже такая херня до меня меня просто удивило то что мельхиора почему-то не было это реально было странно то есть да ты такой выходишь так они его дом кстати я че тоже потерялся блять да ты такой идешь и получается как вы с вами мельхиора нету ты реально было странно то есть куда он подевался то есть жена типа на месте жена там спида мельхиора не в кровати нигде нету блять беда а вот набившая брюхо крыса ах ты сука и где она этом про нее что ли старинная монета вот и 100 самое чудовище не могу это поверить это же обычная маленькая крыска и она так напугала мельхиора ну что ж придется ее убить ну у меня такое чувство что квест не должен закончиться это когда она сейчас выйдет типа мама крысы или папа крысы да типа отомстить за сынишку на счет нихуя вроде странно походу это натуре весь квест что ли я просто реально был узнать ну как в фильмах это часто бывает типа он там кого-то ебашит такой да типа плевое дело потом выходит и по здоровенной типа подписка да так сказать учит этого не произошло так вот давайте еще раз может поднимемся наверх может быть мельхиор появится потому что то что ты пока что рынку от непонятный то есть жена спит а мельхиора нету не на улице не там не в кровати а уже появился братишка так давай я тебе сейчас доложусь отчеты с женой в разных кроватях спишь пиздец я сумел победить твоего монстра правда да пошли я покажу его тебе а так я еще должен типа показать а может быть сейчас мы выбежим может быть зайти к прикол будет да сейчас мы типа выбежим посмотреть и там уже будет типа здоровенная крыса ну или а другой монстр какой-нибудь допустим зато может быть драконий снайпер там условно или кто-нибудь такой но вот твой монстр где здесь же на поле только маленькая крыса лежит хочешь сказать что это и был тот монстр до этого он и был ты что смеешься эти сказки своей бабушке рассказывая я не верю ни единому твоему слову не верю сколько хочешь но щенок что насчет моей награды награды за убийство крысы ты что ебанулся блять то есть ты не хочешь мне ничего дать нет я что похож на идиота лучше я не стану отвечать на этот вопрос что что ты сказал ничего все будет в порядке в порядке ты так думаешь ничего не в порядке почему что еще мои четыре овцы исчезли как это произошло несколько дней назад около моего двора появилась стая волков в это время овцы избежали ты видел куда они убежали нет они как был так как был занят тем что отгонял волков но слишком далеко не не могли убежать то есть возможно что они еще рядом я могу поискать овец но ты должен вознаградить меня больше чем прошлый раз если найдешь моих овец я там тебе приличное вознаграждение обещаю каково же твое приличное вознаграждение ну скажем 100 золотых монет хорошо идет все хорошо да вроде того так а тот квест типа как прошел сюда кристилина и чудовище мельхиор не поверил что его монстром была обыкновенная крыса крыса его отказался меня вознаграждать ну блин вот как странно квест закончился то есть вообще так даже прикольненько было да то что эта крыса оказалась на жуя думал то что буду какое-то продолжение у квеста то что потом такие окажется то что типа в натуре там какой-то монстр появится допустим нападет потом на нас да а так такое чудо то есть ну как бы необычный потому что я вправду ожидал там увидеть ну там условного драконьего снайпера там для кого-нибудь такого да то есть как бы необычный но те же бога прикольнее если бы этого кое-что было бы продолжение тогда было бы реально здорово а так получается типа натуре ебанутый дед который боялся звуков крысы да не очень круто так теперь назначена да еще для этого деда найти овец ну давайте пока что по проходим эту цепочку квестов кстати вот странно по идее где-то здесь должна быть пантера но блин вроде бы я даже больше уже никуда ходить то я не могу да кстати он так говорил то что типа где-то волки и с ними рядом овца откуда я вообще сюда пришел даешь счет потерялся опять ой так пришел поводит оттуда а вон волков вижу кстати говоря они по ходу заново появились то что я тут явно по идее должен был всех зачислить опять таки давать не будем этих волков обыскивать то что я заебусь просто банально это делать ну либо дайте прям рядышком лежат поэтому грех на ранее пускать да я вроде бы эту территорию защищал поэтому это по идее новые чуваки появились по идее квестовой то есть соответственно где-то здесь рядышком должны быть либо трупы овец либо либо сами овцы так сказать тут еще лесная ягода ой тыс ну лечебный корень смысле да пока что я не наблюдаю ни того ни второго не овец блять не трупов дать может арбалет достанет так всегда легче искать туда это вдоль побережья а вода сузи то есть всех я пока что во всяком случае я не нашел не знаю сколько всего должно быть но по крайней мере сузи мы нашли привет мы пойдем со мной по идее нару только одна и будет потому что же во первых она как раз возле волков это во первых да во вторых там больше вроде бы таить это никуда особо ну дальше туда это надо по воде плыть если туда то это надо переплывать на другую сторону опять-таки овцы вроде бы как не сильно водоплавающие тем более в готике там да по идее наверно только одна овца спаслась а так думаю банди с на хоть бы участке спал бы потому что ждая я до рассвета поспал они как правило на рассвете еще дрыхнут блять точно нету его сейчас они вон хуярит уже блин работяга вот настоящий фермер блин настоящего реалистично как бы сделали только раз его он уже он не берет в поле смотрите быть копает там что-то червяков на рыбалку блять я нашел одну из твоих овец и и где это было она стояла одна денежка у реки ха ха значит она смогла ускользнуть этих голодных бестий очень хорошо ну вот овечка мы пришли имея так это типа надо еще искать получается да а ну да я привел мир филосу который нашел у реки да значит получается не одна овца таки бы надежь остальных натуре искать ну ладно походим посмотрим ну то есть прикольненькие квеста если бы только одну сонду было найти то принципе был бы такой обычный тоже квест а так получается типа их несколько да это в разных местах типа как паны колес надо сейчас их выискивать тогда в принципе натуре так необычненько достаточно ну по идее опять-таки надо идти туда вот ближе к реке а вон еще лютый волк я вижу то есть давно надо вот как-то вот эти в сторону волков то есть там где волки там и овцы ну сюда туда левее получается там у нас до левее у нас получается то овца было то есть по идее если где-то еще есть то где-то уже в этом направлении блядут может быть очень напряжно потому что тысяч такие заросли до попробую что-то убить и честно говоря учет пока что кодового окон а вон доллар вижу он и овса их двое сразу а но не прям по дорожке стоят а ли это овцы этого чувака может быть да они не юзится лишь я его говорю вам не это ну да и он может быть надо именно с ним поговорить а вот да мелькер не досчитал со своих овец ты знаешь что нибудь об этом нет я ничего не знаю так что произошло несколько вес убежали от волков с тех пор их никто не видел понимаю вероятно я смогу помочь тебе несколько месяцев назад моего также убегали от волков когда те подошли слишком близко я нашел одну овцу на берегу реки другая спряталась в пещере в пещере да она настолько хорошо спрятана что едва ли можно ее заметить если ты пойдешь по направлению к замку то сначала должен держаться немного правее а затем идти прямо справа ты увидишь крутой холм поднимись и обнаружишь пещеру я никогда бы не подумал что овца способны залезть на такой холм но если животное боится то пожалуй все возможно поэтому на твоем месте я бы проверил не убежал ли овца туда также возможно что она поднялась по горной тропе которая находится перед замком если следовать по этой дороге ты попадешь в темный лес в этом случае овца пожалуй будет мертва так как лес этот кишит волками хорошо тогда я пойду поищу там овец благодарю тебе за помощь не стоит благодарность я надеюсь что ты найдешь овец да кстати говоря вообще озвучка у персонажа в пропала но вот у этого вот она до сих пор еще держишь да по ходу этот поиск овец еще и затягивается я сначала подумал то что это они есть а по ходу этого чувака есть овцы значеным сказал то что это по дороге по дороге по дороге по дороге как-то к этому замку чувствую придется там следующем выпуске поебаться потому что этот надо уже заканчивать да уже мы и так нормально наснимали да какая-то пещера он говорил а второй вариант он сказал то что да второй вариант он сказал то что в каком-то темном лесу еще ну замок по моему это да где-то вот отсюда как-то вот в ту сторону идти там будет замок он сказал как-то правее держаться и ты увидишь темную темную в пещеру в которой будет темная темная овца он дополня по вот эту дорогу к замку есть я конечно повторюсь не заблуждаюсь он сказал что я очень сложно заметить а это наверно тут лес с волками ну да смотрите они тут заново появились для надо было меч доставать панул я конечно ну ладно но это по ходу лес да он же сказал то что либо в пещере либо если правее опять и как-то держаться он так говорил то типа там опять короны расти то там типа да какой-то лес но там его скорее всего убили потому как лес кишит волками то есть нет типа надо труповцы найти но если она конечно здесь либо надо найти пещеру такой кластик я же напряженный просто натурит много куда можно идти на самом деле ёбнуться можно ну труповцы я вроде бы не вижу ну да паточки валяются духу я в свою духу и вроде бы не вижу то есть опять таки я жули либо надо идти короче эту пещеру искать тут явно короче самоевцы живой не видно да и труба вроде бы я же тоже не вижу то есть это по ходу был этот самый как раз лес про который он говорил высоко подходит под описание да а вы что-то что нельзя что ли подняться ему понять а в пещера смотрите так мы и здесь полу были да вот и овца вот моему кстати еще и нашли даже в этом выпуске я думал то что не найдем но и сердце всего 2 то мы квест прошли а если их трое то да то значит еще одна где-то в каком-то лесу должна быть то что у речки мы нашли ну а на ребятички да и тогда на этом на шипу закончим ямко сюда благодарен за просмотр за подписки за лайки до новых встреч пока